Ребята, как вы за эти ключи просто боретесь. И самое главное, это то, что невнимательные. О, Серега объявился. Здорово, здорово, Прайм. Неужто ты к нам пожаловал? Как у тебя работа, дружище? Как у тебя работа, дружище? Не хватает, в принципе, всё. Будем уже готовы прямо сейчас начать третью карту. Ножи сыграют, и там уже без перезаходов. Вроде перезаходы сейчас имеются у этой команды. Ну, будем смотреть. Будем смотреть. Будем сопереживать командам. Ну и надеяться, опять же, на красивый поинт-бланк. В принципе, как и всегда. Как и всегда. Его действительно в последнее время не так много, как хотелось бы. Но, когда вот подходят такие решающие стадии, матчи становятся более интригованными, более раскрытыми, что ли. Ну и хочется много такого поинт-бланка видеть. Но у нас не так много турниров, на самом деле, именно под разными гидами. Если бы там, да, кроме арены, там был бы, не знаю, какой-нибудь там Dreamhack, ESL, там еще что-то, 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 что-то. Тогда да. Тогда да. Были бы эти матчи интересные нон-стопом. Постоянное противостояние фейвик с AWX, там где-то, респекты, атрибуции и прочие-прочие команды. Кстати, Максим, вот переигровка будет. Как ты думаешь? Вот так вот на взвес. Кто все-таки выйдет из четырех команд? Кто займет еще два слота атрибуции, респекты, вертолеты или Five Elements? Я думаю, респекты просто докажут здесь лишний раз, чего они стоят. Третий слот будет за ними. Вообще, этот жест от респектов был отличным. Они лишний раз показывают, так сказать, свою честь и достоинство своей команды. Молодцы. Но вот среди трех команд будут цепляться до последнего. Мне кажется, игроки команды Вертолет, Five Elements очень сильно подкосили вообще свою мораль на данный момент, переигровки. Хотя, вроде как, уже были довольно близки к заветному ТОП-4. Игроки команды Атрибутс, которые в свое время уже опустили руки и у них, по сути, ничего хорошего им не светило, они сейчас могут побороться вновь за ТОП-4. И я считаю то, что команда Атрибутс на плюс морали просто обязана будет вытащить своего соперника вперед. Насколько я знаю, они сейчас очень усердно тренируются. Даниил Гришанкин, он же Вейкич, он же Tokyo Mayors, пропустил у нас даже аналитику, потому что у них была тонна тренировок и так далее. Поэтому я думаю то, что респекты и Атрибутс. Так, ну что, поехали, поехали. Ну вот Стиви там очень грамотно, не то чтобы речь, а просто грамотно написал. Когда он смотрел матч Атрибутс против АОЭКЗ, он сказал такую вещь, что, ребята, рано поздравлять, пока не объявили окончательный список участников, не надо говорить, что вы попали там куда-то. Поэтому мы еще никуда не прошли. Но Стиви оказался прав, они никуда не прошли еще. Им еще предстоит играть отборочные, но... Ну, я не знаю, я ни в коем случае не хочу как-то расстроить или обидеть команду Five Elements. Просто мне кажется, но Атрибутс и команды Респект, они посильнее будут. Просто на фоне сезона, я имею в виду. То есть на фоне сезона ребята из Атрибутс и Респект выглядели посильнее. Как по мне. Ну, а там ребята будут доказывать сами, что действительно так это или не так. Все решится в ответных матчах. А это будет, ну, очень интересно. Это будет крайне интригующе. Ну, и уже в эти выходные это все пройдет. И мы будем с Максом отвечать за комфорт. Ваш на нашем стриме. И прокомментируем эти матчи. Но у нас пока что последняя карта за выход в гранд-финал к команде Strong Wild. Либо это будут плейнги, либо это будет команда 3DGamers. Вчера 3D-шки обыграли плейнгов. Повторят ли успех сегодня? Ну, поехали. Все-таки уже, так сказать, я в небольшом предвкушении этого ВВГ. Я жду, жду этого матча, жду этой карты от этих двух команд. Ну, и смогут ли показать себя в деле все-таки вновь игроки команды Playin' eSports. Если они сейчас обыгрывают, так сказать, свежих, бодрых игроков команды 3DGamers, то просто браво, браво будет этой команде два матча провести на трех картах без остановок. Практически молодцы. Но тем временем игроки команды Playin' уже занимают мост. Здесь вовсю идет аркада от X-Pulse. Да, а вот игроки команды 3DGamers стремительно теряют своих игроков. Джеффри уже двоих нашел. Неплохое начало для Playin'. Также X-Pulse моста пропушил и контроль Аплант, а также имеется там Аризона Джессу с бувашками. Ну, правда, по нему очень много урона зашло. 6 кп остается, но он жив, он жив. Он просто ждет хилпы от своей команды, прыгает под бетон, но подставляться, наверное, ему здесь не надо. Все, там уже пришел на двойку и Камар, и Скайлейк там же. Они вот вдвоем там и будут чекать. Да, все-таки Би сделал фраг. Но Скайлейк на чеку. 1 в 3 для чекмейта, 42 кп, аук в руках. Но его здесь уже ждут. Ну, в любом случае, откроется сейчас боковой. Там его будет контрить Скайлейк. Так что здесь навряд ли какие-то изменения. Мы увидим вообще по ходу этого матча, точнее, этого раунда. Но, тем не менее, мог, конечно, мог, конечно, оформить камбэк. Но нет. Нет, еще раз нет. 1-0. Загорается счет на табло. Плейнги повели. Но посмотрим, чем ответят в этот раз. Я думаю, Эксполсет будет играть пока что из раунда в раунд агрессивно на мост. Пока его здесь не остановят с самого начала. Закидал хаешками блуда. Тем временем от чекмейта имеется опенфраг. Джеффри и Камар моментально размениваются. Чекмейт также может наступить на грабли своих тиммейтов. При выходе под аплейн стремительно теряет свой холсбар. Но 52 кп остается. И отходит потихоньку назад под боковую. Би также его здесь сопровождает. Но аплейн все-таки взять под контроль не удалось. Но там и блуд уже в Б-доме. Поэтому здесь вопрос, стоит ли дальше давить до конца команде 3D-геймерс. Они попробуют, наверное, здесь поделать фраги. Сейчас и у чекмейта это получается очень даже неплохо. Но и блуд. Не понимаю, ставить ему бомбы, не ставить. Но по сути, наверное, нет. Он пойдет на перемычку. А вот Джеффри выбирает крайне необычную позицию. Честно говоря, я бы там игрока точно не ждал на таком тайминге. Латч раунд в исполнении Джеффри. Внимание, ключ, дорогие друзья. Никнейм Джеффри. Записываем. Все ключи выданы. Ну что же, есть у нас выход сразу же под позиции боковой от Джеффри со своими А-93. Но соперник ушел на Б-сайт. Они здесь покараулили, покараулили своего соперника. И все-таки решили то, что нет. А плейн ставить не будем. Уйдем на Б-сайт. Ну и выход будет сразу же через перемычку. Там Би находится в тупике. Плюсом Чекмейт с Бом-сайта будет контрить эту перемычку. Но первый минус от Джеффри имеется. Будет ли еще два? Давайте посмотрим. Дропается под катушки. Чекмейт также уходит с Бом-сайта. Но игроки 3D-геймерс будут закрываться в доме. Будут закрываться в доме. А Джеффри нету больше минуса. 1-1 на табло. Моментальный ответ. Миссия успешная. Да, ну и 3D-шки на самом деле молодцы, что они все-таки смогли разобраться с соперником под Аплентом. Но было рискованно. В любом случае, плейнги, знаешь, на какой-то момент мне показалось, что они контролировали абсолютно весь заход в Аплент. Но, видимо, действительно показалось. Показалось и снова под Аплент будут играть 3 игрока команд 3D-геймерс. Ашока уже есть минус под винтами. Минус Джеффри. Ну и Камару тяжело будет играть под этой позицией, так как уже и падает сам Аплент. Ну и на винтах, по сути, должен просто выживать наш Шок. От него нету минуса. Ну а вот Скайлейк дабл. Нет, не дабл. Это все-таки экспостно пришел на холпу. С 3 в 2. Но 3 игрока фуловых. И опять же Блут идет в спину. Блут, ох, этот коварный парень. Ну вот как раз-таки находит минус по экспостно. И Скайлейк один против троих. Его также закрывает Блут в спину. В принципе, от него уйти не удалось. 2-1 на табло. Ну и пока что после первого потерянного раунда игроки команды 3D-геймерс... Могли, так сказать, немного очнуться. Два раунда вряд ли себя взяли. Отлично. Выход от Блута сейчас на мост. Явно не увенчался для него удачей. Получает пулю в лот. Помпон. Он также поймал по себе демоджем. Но там аркада от Джеффри. Очередная под Т-шку. И Джеффри может найти даблкил сейчас по Помпону. Но пока что прощает. И Помпон как раз-таки его ликвидирует. Но ситуация 4 в 2. И 3D-геймерсы закрыты абсолютно под всеми позициями. Там еще Аризона выйдет на аркаду ноля. Так что никуда отсюда не уйти. Ну да, здесь Камар по-любому не должен прощать своего соперника. Все-таки Чекмейт ушел. Ушел, но не значит, что его простили. Поэтому ему в любом случае придется стреляться. Но вот на танцполе неплохой минус. Сделал Понпон сейчас. Скайлайк уже в упоре на боковой. Точнее на катарезе. Готов встречать Чекмейта. Но Чекмейт пока не палится. Они вместе с Понпоном попробуют что-то здесь придумать. И... Да, выход есть уже от Чекмейта. Он здесь погибнет. Погибнет. Ну и Понпону. Также здесь ничего не остается, кроме как выходить в плент на растерзание к Скайлайку. 2-2! Слушай, ну здесь качели прям до Талу, я так понимаю, будут. Соперники не хотят вступать с лот в гранд-финал. Но первой половиной, я думаю, то что да, качели у нас с тобой будут продолжаться. Мы будем наблюдать за этим жестким противостоянием. Но на второй половине, я думаю, все-таки будет такой переломный момент. Когда какая-то из этих команд выйдет вперед. И парни пойдут просто убивать своего соперника на морали. Но опять же, начало раунда не в плюс для 3DGamers. Потеряли шока. Но Хаешка также залетает неплохая от Кмара под позиции Тэшки. Падает здесь Понпон. Ну и как-то с самого начала этого раунда 3DGamers теряют двоих ведущих игроков. И, конечно, это сейчас явно им не помогает. Экспоуз. Все-таки выделил своего соперника, да еще и минус по B находит. И только сейчас Блуд разменивается. Но по Блуду уже есть информация. Его просто уже идут пушить из боковой, из Тэшки. Раз, минус 2. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пошли пушить зря. Плейнги. Но вот опять же, да, вот это вот... Ну наглость. Ну откровенная наглость. Вот не только... Это не только у команды плейнг такое. У многих команд, да, все, там остался последний игрок. Понимаешь инфа, его просто идут пушить. Но никто не играет практично. Это огромная ошибка. Надо учить себя играть практично. Потому что некоторые уже говорят, ну вот на ланах бы я бы так не сделал. Ну это по-другому дело, но мы же дома играем, поэтому что можно. А потом делают так же и на ланах. Потом проигрываются ланы, распадают составы, ломаются судьбы. И так далее. Ну вот Комар сидит в очень хорошей позиции. Блуд, по идее, его здесь чекать не должен. А я бы чекнул. Ну Блуд пробирается на двойку на данный момент. И скорее всего он здесь все-таки будет чекать абсолютно все нычки. Он нашел, нашел все. Есть информация по Комару. И будет ставить фугас. Скайлейк остался на Б сайте, но он довольно битый. 22 хп против 38. Ну не сказать то, что прямо Блуд превзошел своего соперника по холсбару нереально. Но все равно небольшое преимущество имеется. Скайлейк направляется на двойку. Откидывает смоки и будет просто дифьюзи здесь своего энми. Хаешка конечно остылочная была неплохая. Но при фаер попытался сыграть не удалось. Третий раунд для команды 3DGamers. Ну и начинался-то этот раунд. Плюс для плейнга. Ну как бы да. Если что, Блуд был один в четыре. Ну вот на секунду. И этот парень берет этот раунд. Красавчик. Ничего больше и не скажешь. Но команде плейк надо сыграть повнимательнее. От Скайлейка есть антрефраг по Блуду. Мосс продолжает прессинговаться атакой. Но вот порция хаешек все-таки их немножко спугнула. Пом-пом. Сидит, сидит на аркаде тэшке. От Скайлейка еще один минус. Но Скайлейку надо уходить оттуда. Потому что шок его сейчас по идее разменяет. Хотя Скайлейк может в принципе еще один спрей выдать. Который будет фатальным для игрока команды 3DGamers. Скайлейк живет. Там еще эксполз 17 хп. Но вот двоих игроков могут ежесекундно потерять. Ням-ням-ням. Может что-то и произошло. Но пом-пом сейчас откроется под Комара скорее всего на Аплейнт. Сотня холсбара у каждого из этих игроков. У Шока также будет встреча с Джеффри при проходе на 0. Но Джеффри здесь играет довольно саевого. Но Шок все-таки идет его чекать. Правда против дуалов ничего противопоставить не смог. И дуалы сейчас имеются как у Джеффри, так и у Аризоны. Аризона открывается на пятерку. Ставит пачку пом-пону. Би остался один в два. Пробирается на Б-сайт. Будет ставить фугас. Но он понимает то, что сейчас соперник находится и в огневой мощи. В превосходстве, да, так сказать. Здесь дуалы. Эти дуалы перестреливают. Ну и в численном преимуществе. Естественно, зря. Зря я сейчас попытался прострелить Би своего соперника. Надо было просто его отпускать. Но там Дефьюз от Аризона просто на морозе. А что? А там под бетоном Джеффри. Как так-то? Что происходит? Боже мой. И Джеффри? 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 Беги. Бочка, бочка, бочка. Что ж ты будешь делать? Он на время играет Би просто на слух. Джеффри пытается его обижать. Пытается, пытается. И не успевает. Да ладно, Би. Как же он мансует. Но все-таки есть минус. Но... Да ладно, я сейчас застопрился в катушку. Что такое? Что такое сегодня с азербайджанскими коллективами? Почему они не могут растепить бомбу нормально? Миссия успешна. Кто под А, кто под Б. Начало миссии. Но устали. Устали уже игроки. Но давай смотреть, что будет в дальнейшем. 4-2 все-таки на табло загорается. И как мы с тобой видим, качели у нас немного отошли на задний план. Два раунда преимущества за 3D геймерсами имеется. Но если пятерочку возьмут для себя, думаю, могут быть спокойными по первой половине. Хотя атака здесь считается преимущественной стороной. Но и шестерочку бы в идеале взять. Но это, конечно, будет сделать уже очень сложно. Поскольку соперник действительно серьезный. Аризона в упоре принимает и выход с боковой, и выход Т-шки. Но там шок периодически открывается на чек. Но пока что никаких префайров и такой открытой стрельбы от этого парня не было. От Скайлейка зато есть entry-frag. Минус под мостом. Ну и 4 в 5. У плейнгов, кстати, в предыдущем раунде опять же было преимущество 5 в 3. Правда, потом они его все потеряли. У Камара тоже огромные проблемы в двойке. 16 хп. И он отсюда никуда не уходит. И 3 игрока только сейчас помещаются. Есть информация, кстати, по Джеффри. Что он играет на винтах. Но шоку стреляться там не надо. Шок просто засел такой втихую под двоечкой. Но здесь его, по идее, должны найти. Очень много прошивок сюда летит. Бомба поставлена. Ну что, 4 в 3. Но сейчас 3D-геймерсы отходят, видишь, более, так сказать, на задний план вообще при обороне. Бомб сайта в открытую воюет только Помпон, но по сути его должен был закрывать Скайлейк. Но какая же хелпа от Би. Просто красавец. Даблкил в его исполнении в этом раунде. Также есть минус от Помпона. Вообще, стоит отметить, мне кажется, Би как саппорта вообще в команде 3D-геймерс. Этот парень постоянно где-то хелпует. Постоянно дает инфу своим тиммейтам. Рейдит соперников. Просто браво вообще. Да, таких игроков на самом деле, ну, так сразу много и не припомнишь. Раз-два я общался. Ну, Би, мы, кстати, с тобой отмечали уже как-то раз. И в легендарке, что действительно парень играет на саппорту очень классно. Ну и очередной выход под Апл этот 3D-геймерс. В очередной. Ну и на этот раз плейнги смогут все-таки своего соперника вгнать в ступор или же нет. Камар один играет, кстати, с танцпола сейчас. Не совсем приятный выбор позиций от него. Если он сделает минус на боковой, хорошо. Но вероятность такого минуса здесь, ну, не так-то велика. 50-50, поэтому здесь определенного рода риск. Раз он в соло играет с этой позиции, там и тэшка так-то готова выходить. Ну все. По Камару есть инфа. Его начинают простреливать. Сюда дым, гранату и все. Да и без этого, в принципе, справляются тоже. Но все равно пока что под Апл этот выходить довольно рискованно. Тут на двойке целая банда стоит команды плейнг и эспортс. Открываться по одному тоже явно не вариант. Ну вы чего делаете? Это понпонный шок. Просто двое уашкеров открываются на перестрелку. Сразу же получают по себе демеджа. При этом только собирая информацию для своих тиммейтов. Би смещается обратно в тэшку. Ну и скорее всего мы увидим ротацию вообще от команды 3DGamers. На простреле пытаются поймать своего энеми. Не удается. Би остается на ноле. Чекает здесь на наличие арка со стороны соперника. Но Аплэйнг, конечно, сейчас на ура. Засейвили плейнги. Но опять же был довольно такой несогласованный, несанкционированный выход от 3DGamers. По одному за это и поплатились. Там Аризона зачем-то решил сыграть на катарезе. Хотя позиционка у него в двойке была неплохая. Они там сидели вдвоем вместе с Джеффри. Но все, у него патронов-то у ваших не так много. Да, от него есть фраг, но дальше уходит под бетон. Это 3 в 1. Но Би может потащить этот раунд. Серьезно, может. Посмотрим. Эксплоз, двойки. Нет, все-таки есть минус. 5-3! Последний раунд первой половины, дорогие друзья. 3DGamers уже ее в любом случае выиграли. Но остается вопрос количественного разрыва. Насколько далеко от 3D-шки уйдут в отрыв. В один раунд или на три. Согласитесь, разница есть. Но там 3D сейчас сразу же направляется под аплейнт. Но правда, как-то от своего соперника немного задержать. При проходе на аплейнт каешками не удалось. Но они в этот раз направляют шока также на винты. И навряд ли здесь его по первым таймингам будет кто-либо чекать. Ротация от команды плейнг сразу же на сейф аплейнтах. Камар остается пока что под позициями перемычки. Откидывает хаешки сразу же на боковую. Но чекмейт вовремя их зачекал. А то было дело. Ринулся уже в атаку. Но также шок. Выходит на мидл. И ему нужен саппорт. Будет при проходе с винтов. Его здесь будет каверить экспоуз. Это на сейф 5. А экспоуз завис? Экспоуз? И что? Да. Он у меня завис. Ой, в последнем раунде. Как же это неприятно. Об этом инфе нету. И все, и минус есть уже. Да, да, да. Он завис. Ну 4 в 4, ладно. Хотя бы разменялись. Это был байт. Это был байт на зависшего экспоуз. Да, там понпон уже проходит. Но аскай лейк пока что на перемычке. Спускается уже ближе к железу. На информацию по бою вообще никакой нет. Потому что там никто не чекал эту позицию. Да, экспоуз покидает битву. Но у него краш. На эту выход уже под байт. И понпон даст инфу сейчас по належу. И более чем инфа. Это фраг. Ну что ж, давай смотреть, куда теперь будут... Точнее, не куда, а как отыграют игроки команды Play NK Esports. Би тем временем принимает Джеффри. Но, правда, приемом это особо назвать нельзя. Скорее, Джеффри его принял. Есть минус. Помпон остался в бомбсайте. Чекмейт закрывает Аризону. Комары Джеффри вдвоем против троих. Ой, чекмейт закрывает Комара. Ну и здесь же Джеффри остался один в три. Попытается обойти за спину. Сейчас первым, кто встанет у него на пути, это будет чекмейт. Все, есть по нему информация. Ну и Джеффри навряд ли просто так отпустят вообще с чердака. Направляется под бомбсайт, но там Понпон уже будет его принимать. Так что здесь по всем фронтам закрывают. Шестерку все-таки для себя берут игроки команды 3DGamers. Ну, опять же, вот таким вот сюрпризом стал этот краш от Exposed. Это, конечно, неприятным для плейнгов. Ну что, плейнги. Дожидаемся пятого игрока. Теперь атака за ними. Отлично. Exposed на месте. Ну и теперь в пятером против пятерых будут играть. Капитан Очевидность. Максим всегда с вами. Обращайтесь в любое время дня и ночи. Всегда скажу правду. Именно так. Так, отлично. Есть у нас готовность. Ну и поехали в бой. Смена сторон. Конечно, 4 раунда, казалось бы. Но вот оно уже что-то близкое. Гранд-финал не за горами. Но мне кажется, сейчас мы с вами увидим, как игроки команды Плейн Киэспортс выйдут на тропу камбэка и отберут эти три раунда преимущества у команды 3DGamers. Но прав я или нет, давайте мы с вами как раз таки это и узнаем. Но здесь дефолтный раскид гранат от команды Плейн Киэспортс. Они так зонят своего соперника вообще при проходе. От Exposed есть хаешка, причем довольно неплохая и уносит довольно важного игрока. 3DGamers это шок. Понпон закрывает Exposed в ответ. Чекмейт закрывается с двойки и будет принимать выход Аплейн Та. Плюсом у него на холпе находится блуд. И там же Би неподалеку будет отыгрывать. Понпон остался один на Б-сайте. Нашел один фраг на мосту и хватит, в принципе. Можно отойти на квадрат. В принципе, так он и делает. Но плейнги как-то сейчас зажаты и довольно растянуты выглядят на атаке. У них явно не определен вектор. И парни сейчас будут просто, ну, играть, наверное, на минус. Найдут минус под Б-сайтом. Отлично. Пойдут туда. Минус под Аплейн Та пойдут туда. Но там Би прогорел на аркаде. Получил по себе тонну демеджа. И чекмейт как раз-таки выходит на аркаду винтов. Он должен слышать Аризону. Должен слышать Аризону и... Кто кого? Ну, Аризона также поймал чекмейта. В принципе, на фугас уже установлен. Отлично. Отлично. Понпон закрывает своего соперника. Три в два ситуация на карте на данный момент. И 3D-геймерцы не так уж далеки сейчас от седьмого раунда в свой актив. Есть минус от чекмейта. Скайлейк остался один в три. Скорее всего, один отправится сейчас на дефьюз. Но Скайлейк не стал долго ждать. И сразу же перестреливая первого своего оппонента. Но далее чекмейт... Ликвидировал все-таки Скайлейка на чердаке и оформил седьмой раунд в актив своей команды. 7-3 счет на табло все-таки загорается. Но и у плейнгов по первому раунду атака явно не задалась. Смотрим за дальнейшим развитием событий. В этот раз соперника на хаешке поймать не удалось. И чекмейт уже занимает аплейн. В соответствии по первым же таймингам останавливает своего соперника с тэшки и боковой. Куча гранат отправляется следом со стороны команды 3D-геймерс. Джеффри и Аризона пытают свою удачу при выходе центрального... Центрального кафе хотел сказать тэшки. Ну и в принципе у них это сейчас удается. Помпон с блудом. Очередная попытка вытащить этот клатч раунд. Но помпон все-таки остался один против четверых. Да, двое битые, но этого недостаточно. Сейчас будет помпону и скорее всего здесь его и закроют. Но эксполсит может его не прочекать банально. А нет, нашел. 7-4 загорается счет на табло. Но опять же 3 раунда преимущества у 3D-геймерсов. Особо много они не потеряли. Эксполсит выложился для своей команды на ура, конечно же, в предыдущем раунде. Ну и в принципе сейчас является фраг-лидером. 4 фрага у этого парня. Атака пошла именно под позиции апплейнта. Вновь плейнги как-то очень привязаны вообще к этой позиции. Джеффри и Аризона. Очередная попытка выхода тэшки. Но сюда откидываются смоки от шока. И чекмейт будет принимать непосредственно с бомбсайта своего энми. Все в смоках. Весь бомбсайт не просматривается сейчас командой плейнг. Хаешка от чекмейта отличная. Минус Скайлейк. Ну и выход с тэшки, я так полагаю, будет от Аризоны. Пытается забайтить чекмейта на перестрелку. У него это удалось. Но вот самому чекмейту нанести дэмэджа не получается. Ой-ой-ой. Ну и здесь мансуется. Мансуется, конечно, до последнего чекмейт в бомбсайте. А тут еще и С5 заложили под самим плейнтом. Ой, а зачем? Зачем она была обзорвана сейчас? Непонятно. Но здесь как-то тайминги вообще все проморгали игроки команды. 3DGamers. Остался один чекмейт. Он сидит и мансуется до последнего за этими зелеными езжами. Но тем временем здесь же Джеффри. Открывается под плейнт. Ой, по нему была все-таки информация. Чекмейта ликвидирует. Но 3 в 4 уже. 2 в 4 ситуация на карте. И, в принципе, хотелось бы сказать, что играбельно. Но здесь ликвидируют помпона. Би в соло. Ой-ой-ой. В дымах не нашел бисового оппонента. Это 7-5. И команда 3DGamers принимает решение взять Tactical Pause. Ну, в принципе, вовремя. В принципе, вовремя. Не хотят они сопернику отдавать больше раундов. И хотят найти вот этот ключик, который позволит открыть дверцу невозврата. И уже закрыть этот матч со счетом 2-1 по карту. Ну, плейнги так, знаешь, быстро как-то свою тактическую паузу используют. Как-то очень быстро. Что это за слоты? Какая разница вообще? Не понимаю. Ну, видимо, у каждой команда свои загоны. Знаешь, это как традиция, как ритуал, наверное. Что вот давай-ка я буду выше, а ты будешь ниже. Круче тот, кто сверху, Максим. Золотой правил молодежи. Ладно, поехали. 7-5. Пока что-то на табло. Три аунда до победы и до гранд-финала команде 3DGamers. Ну, а пятерочку еще попыхтеть надо забрать плейнгом. Так что здесь и допы, вероятно, мы с вами увидим, дорогие друзья. Ну что, поехали? Нет, не поехали, походу. Или поехали? Поехали, поехали. Там же сам битчик встал на секунду. Я думал, сейчас мы опять куда-то выйдем. Но здесь опять же дождь из гранат под позициями перемычки. Игроки команды Плейнг Кейспорт сейчас более чем предсказуемы. Аркада Джеффри по первому таймингу на винты явно не увенчалась удачей. Помпом только откинул эту С5 и сразу же ее пришлось взрывать. И в принципе она принесла свои положительные результаты. Ситуация 5-4. На данный момент на карте Аризона остался один в тэшке. А вот команда Плейнг Кейспорт отправляется под Б-сайт, где остается один Би на квадрате. Скорее всего выход через чердак будет в дальнейшем на дорогу. И здесь начекают Би, но навряд ли ему надо стреляться. Там все-таки у Эксполсода довольно неприятный девайс. И если Эксполсод перестреляет своего соперника, вообще никаких помех при проходе на Б-сайт у Плейнгов не будет. Да, но вот здесь Аризона. Опорник команды Плейнг должен находить минуса. Но по винты пока вообще никто не выходит. И Би дает информацию по дороге сейчас. И как-то мимо в молоко все прострелял в Эксполсода. Даже рядом пулю не пропустели. Ну а вот Аризона все-таки нашел минус на винтах. Минус по блуду, но очень, он очень долго. Он очень долго выходит в спину. Там уже на мосту забирают Эксполсода. В доме погибает Скайлейк. Живет Скайлейчище! Ну вот, один ХП и по нему есть информация. Скайлейк все-таки, да, отправляется в следующий раунд. И это 8-5 за 3D-геймерс. Но продолжают уверенно двигаться к своей намеченной цели. Два раунда им остается. Но тем не менее, даже когда девятку возьмут, это будет не поводом для расслабления. Здесь игроки команды Плейнг и Спорт вполне могут выйти на этот камбэк. Ну и далее на дополнительных раундах просто уничтожить своего соперника. ХАЕшки опять же по дефолту полетели, но это чекают. Это чекают 3D-геймерсы. Надо что-то менять. Надо более грамотно сейчас заюзать свои ХАЕшки. Но сейчас Плейнги отошли от более агрессивного стиля игры под Аплейнт. Они именно принимают решение растянуться полностью по карте. Двое игроков направляются на мост. Тем временем Камар остается в роли закрывающего под Терриспом. Ну и Джеффри вместе с Аризоной направляются под позиции Аплейнта. Но скорее всего будут просто сидеть, будут ждать каких-либо аркад. И в нужный момент при выходе B-сайта будут байтить на себя игроков 3D-геймерс. Да, пока что вообще ничего не понятно. Знаешь, вроде и под мост выходили. Но вот они проводили Эксполз. Эксполз будет байтить, но остальные 3 игрока вроде как должны выходить. Но и с винтом желательно увидеть бы Камара. Потому что Камар, ну мягко говоря, пока что выключен из борьбы. И его не особо заметно. А вот Сишки очень изрядно подкосили Эксполз. Да и у него огромные проблемы. B его видит. И B его сейчас заберет. Да, есть антрефраг. Ну что, а это выход подал уже. Ну что, Джеффри на огневой позиции. Первый будет проходить в плент сейчас. Ну там с двойки будет принимать как раз таки чекмейт и блуд. Ну посмотрим, что будет сейчас. Но Джеффри открывается на перестрелку, конечно, довольно агрессивно. Каешка неплохая залетела под сам бомбсайд. Но Джеффри остается в живых. И Шок сейчас, скорее всего, попытается пробраться в яму. У него это, ну, практически получилось. Джеффри только немного его опередил. Дропнулся первым. И при этом наносит ему поразительно мало демеджа. Вообще 82 хп ему оставляется. Учетом того, что у него были дуалы в руках. И пока что игроки команды плейнка опять же стоят. Они ждут. Они ждут, пока пройдут смоки. Но хотя под эти смоки как раз таки можно было проходить. Да, то есть они могли пройти из боковой. Спокойно занять плейнк. Ну, смоки спали, они выходят. Так, ну что, Аризона. Грамотное решение пропушить двойку. Не совсем оно было стандартным. Поэтому соперник был немножко растерян на некоторое время. Шок опять же под пятеркой. Пон-пон на красном ище. Есть информация по шоку. Все приходит. И пи сюда, и пон-пон. И вдвоем уходит в тэшку. Ого. Но здесь решает соло пикнуть Аризона. Аризона. Ой, как же он хорош в этом раунде. Ну, парень явно не дает своей команде упасть духом. Ну, а вот соперника постоянно вгоняет. Супер. Шок. Так же погибает. Пон-пон. Ой-ой-ой, пон-пон. Ну, вот этот свап на нож волшебный. В очередной раз подкосил игроков команды 3DGamers. 8-6. Два раунда также до того, чтобы сравнять счет команде плейнк Е-спортс. Опять же, полетели хаешки по дефолту. Но теперь плейнк Е-5 готовится нанести удар именно по А-плейнту. Таешка на заход залетает сразу же от шока. Но, тем не менее, Аризона и Джеффри, они, в принципе, по первым таймингам очень редко, когда выходят на эти аркады. Выпурили шока. Но, тем не менее, чтоб ликвидирует Аризону. Благо, Скайлейк моментально разменялся. Оплейн должны укреплять сейчас 3DGamers. И пик как раз-таки стоит действовать более активнее. Сейчас, ну, там Камар сэвится на Террис Пену. Зачекал по первому таймингу. Стоит отойти. Но нет, все-таки полез дальше стреляться. За это поплатился. Три в три ситуация, но двое битых в плейнг. Это, в принципе, не так важно, когда вот такие минусы залетают от Скайлейка. Ну что же, два в три сишки взрываются. Ну а Камар. Камар, не хватает тебя команде. Пора выходить. Зачем потому, что в Тэшке стоишь и стреляешься, если вы уже твои ребята на пленту? Ну и Блуд. Под бетоном по нему нет инфы вообще никакой сейчас. И Скайлейк устанавливает бомбу. Даже если он заберет Скайлейка, это все равно будет ситуация. Один, два. Что сейчас было? Боже мой. Это рискованный мув. Это рискованный мув. Восемь, семь. Семерочка на табло для плейнга. Все-таки камбэк у нас состоится. Но посмотрим, чем ответят сейчас 3D-геймерцы. Как бы не начали потихоньку уходить в тильты. Ну и здесь нервы бы как бы их не подкосили на данный момент. Но опять же минируют сейчас подходы под аплейнг. Шок остается в яме. Пытаются закидывать здесь гранатами. Но надеются на ножи и так далее. Это, конечно, не самое благоприятное, что может быть здесь для Шока. С5 взрывается. Но Шок как-то принимает с ямы своего соперника. Но демиджа летального нанести не удается. ХАЕшки полетели под бомбсайд в пятерки. Но это уже более чем читаемо для плейнгов. И они к этому готовы. Ну а куда летят-то сразу же выбивают 3D-шки. Но есть на это гранаты. А там блуд приходит из-под бетона. Минус 2. А вот бетон не прочекали в нужный момент. А это ошибка. Ну что же, Камар с Аризоной. Но Аризону хорош. Аризон определенно хорош. Но вот надо минус от Камара ждать. Ой, блуд, блуд, блуд. Аризону услул что ли? Божечки мой. И блуд сделал трипл килл. Да еще и очень сильно нарейдил Камара. И чекмейт его уже готов закрывать. И это, дорогие друзья, гранд-финал. Пойнт. Для команды 3D-геймерс. Два раунда. Нужно отбивать плейн. Или же их оппонент выходит в гранд-финал. Но страховка имеется. Как я уже люблю говорить. Для команды 3D-геймерс. Молодцы. Хаешки полетели. И опять удар будет нанесен по Аплейнтуну. В этот раз смогли немного задержать своего соперника. Игроки команды Плейнг и Еспортс. Но Шок все-таки занимает свою позицию. Но навряд ли будет здесь лишний раз открываться. Открываться на перестрелку. Предыдущий раунд для него не увенчался удачей. Но он здесь играет довольно агрессивно под боковую. И как бы это не увенчалось для него проблемами. Есть минус по Скайлейку. Но далее надо отойти. А нашел минус. Отойти. Возвращается в Тэшку. Находит еще один фраг. Аризона его моментально разменивает. Но теперь большинство надо реализовывать команде 3D-геймерс. Ну что? 4 в 3. Уже выходит под Аплэнт-экспост. По нему есть информация. Там чекмейт. Так что за катарезом его чекает. Пон-пон минусует в Тэшке Аризону. Но Камар остается в соло. Команда в него не верит. И похоже это ГГшечка. Дорогие друзья. Ну или Камар просто подарит своей команде невероятную путевку на карту ВВГ вновь. Вернет ли в игру свою команду? Походу нет. Поздравляем. Поздравляем команду 3D-геймерс. Она выходит в гранд-финал элитного дивизиона. И наконец-таки эти команды сойдутся. S-Wild и 3D-геймерс. Они каждый раз там были рядом-рядом. Но так и не сошлись. Сойдутся в гранд-финале. Но S-Wild будет преимущество в одну карту.